Регина Гарипова Регина Гарипова Регина Гарипова Чем меньше девушек остается в проекте, тем ярче они проявляют свой характер. Идти на уступки никто не собирается. Ты не идешь первая, мне уже сказали. Я пойду первая. Я иду первая, девочки. Теперь ты не ближе. Она такая типа, я везде первая, я везде первая и так далее, и так далее. Типа вот, грубо говоря, прям лезет туда, куда не надо. Сложность фотосессии состояла в том, что у каждой девушки было всего пять кадров. Участницы проекта старались как могли, ведь по условиям этого задания фотограф не могла давать девушкам советы и рекомендации. И дай какую-нибудь эмоцию прям, что-нибудь динамичное прям, эмоцию какую-нибудь. Оттуда надо, чтобы целиком вот это все входило, я буду здесь. Посередине, наверное, чтобы заправка входила. Я бы поправила вот эту вот историю, да-да-да. Не хватило, конечно, использования реквизита, потому что много было вообще под рукой, и почему-то кто-то выходил с каской, складывал ее, и, в общем, все. Ты придумала, какое настроение будет? Ну, хотелось бы, чтобы оно было разным. Давай, раз, два, три. Вот это будет точно очень эмоциональный кадр. У тебя так лица только не видно, немножко сюда смотри, в эту сторону. Вот так задача сегодня у героинь проекта. И разные эмоции в нескольких кадрах показать, и угодить этими фотографиями заказчикам. Я как заказчик уделяю огромное внимание визуальной привлекательности. И эти фото, они заставляют остановиться на них и обратить внимание на далее выделенную информацию об этом. Девушки, кто-то из вас справился хуже, и эта девушка сегодня покинет наш телепроект. И покинет телепроект та, которую решите убрать вы. Я очень хочу, прям, прям я желаю этого, чтобы ушла Наташа. Первое имя. И это Лиля. Альбина. Съемка была не для коммерции заказчика, а для себя это непрофессионально. Следующее имя. Альбина. Наталья. Лиля. Наталья. Мне кажется, ей не хватает яркости и эмоций. Считаю, что не справилась с заданием. И это Наташа. И кажется, голосование девушек получило неожиданный поворот. По результатам вашего голосования, сегодня проект должна покинуть Наталье. Я с этим решением не согласна. По результатам сегодняшней съемки, по мнению заказчика и по мнению съемочной группы, Наталья была лучшей. Я думаю, она достойна аплодисментов. Вернитесь, пожалуйста. Вы сейчас выбираете между Лилей и Альбиной. Почему переигрываем? Потому что по мнению заказчика Наталья была лучшей сегодня в съемке. Тогда давайте по-новой голосовать за всех, кроме Натальи. Почему мы выбираем между нами двумя? Итак, мы поднимаем руку. Кто за то, чтобы проект покинула Лиля? Кто за то, чтобы проект покинула Альбина? Большинство голосов у нас против Альбины. Альбина, к сожалению, сегодня ты покидаешь наш проект. Нечестно абсолютно. Ты сейчас со мной спорить будешь, что честно, что нечестно. У тебя будет возможность, ты выскажешься на камеру. Ну, мое мнение такое, что плюс-сайз модели просто выставили двух миниатюрных девочек на голосование. Ну, как бы трех вместе с Натальей. Раз уж Наташа осталась, то Регина просто надавила на то, что нужно убирать, как бы, именно не профессионала. А в силу того, что из всех десяти девочек, которые в самом начале были в проекте модельного прошлого нет только у меня, как бы, понятное дело, что Лиля профессиональная модель, которая уже два года работает на рекламе. И под давлением Регины просто девочки проголосовали за нее, и все. Сегодня наш телепроект покидает Альбина. Но Альбина покинет его не одна. Я прошу выйти в середину Эльмиру и Земфиру. Эльмира, ты очень долго собиралась, и по результатам съемок ты остаешься в проекте. Вернись, пожалуйста. Земфир, именно сегодня просто ты справилась чуть хуже, чем остальные. Всего один кадр, который заказчики сказали, что могут выбрать. У кого это понравится? Конечно же, я хотела бы идти дальше, участвовать. Еще один насыщенный день подошел к концу. В проекте осталось пять сильнейших девушек. И сейчас каждая мелкая ошибка может стоить им участия в проекте.